Всем привет! Сегодня буду готовить очень простой и очень вкусный такой пирог-улитка. Он получается очень красивый, очень сочный и нереально сырный. В нем также будет и мяско, и колбаска, и на вкус что-то похожее на пиццу, но при этом не пицца. Готовится все нереально просто. Обязательно попробуйте. У меня керамическая форма, поэтому я ее буду смазывать сливочным маслом. Если делать в какой-нибудь разъемной форме, то ее можно просто застелить пергаментом вокруг. Я взяла колбаску, нарезала ее длинными такими полосочками. Также у меня здесь смесь сыров, здесь у меня и гауда, и брынза, и российский сыр. В общем, что-то чуть-чуть и ароматное, и такое, чтобы плавилось. Все, собственно, по вашему вкусу. Возможно, у вас какие-то остатки остались. Взяла я также куриную четверть, это там, где и бедро, и ножка, и отварила. Затем порвала на такие полосочки. У меня здесь довольно такой длинный лавашик. Лаваши бывают разные, у меня он такой очень тонкий. Я так прикидываю, чтобы мне можно было рулет мой завернуть где-то в полтора-два оборота. И буду разрезать вот в эту сторону пополам. У меня получится два таких длинных рулетика. А дальше все очень просто. Сейчас на эту половинку лаваша буду выкладывать для начала сыр. Выкладываю сначала на лаваш более сухие продукты, чтобы лаваш мой не раскисал. Выкладываю сыр. Сыр нужно распределить так, чтобы у нас еще чуть-чуть осталось сверху на посыпку самого пирога. Но его тоже получается очень много. Затем на сыр у меня здесь пойдет колбаска. Колбаску надо было резать не очень такими толстыми кусочками, чтобы потом она скручивалась и принимала форму лаваша. Чтобы она не была такая прям твердая. Можно использовать обычную колбаску, полукопченую, что-либо такое ароматное, ветчину. Здесь по вашему вкусу можно просто использовать мясо. И теперь уже на мясо я буду добавлять аджик. У меня здесь аджика из кабачков. Я показывала рецепт, как я ее готовила. Оставлю также ссылочку на нее в описании. У меня такой аджики очень много, мы ее очень любим. Можно использовать кетчуп или кетчуп в смеси с майонезом. И затем скручиваю рулет. У меня, вы видите, лаваш очень тоненький, он такой прям полупрозрачный. Вот как раз у меня получается практически в два оборота лаваш. В полтора где-то, в полтора-два оборота. Этого вполне достаточно для того, чтобы лаваш не раскручивался и ничего с него не высыпалось. И затем его нужно будет переложить в форму. Форма у меня где-то 22-24 сантиметра, вот такая вот диаметра. Чуть-чуть заворачиваю краешек и придавливаю рулетик, чтобы он был плотненько у меня, уложился в мою форму. Теперь уже скрученный мой второй рулет. Его подгибаю вот так вот под низ чуть-чуть. И также скручиваю его улиточкой вовнутрь. И затем я сам рулетик сверху чуть-чуть придавливаю, чтобы он стал чуть-чуть более плоским. И заполнил форму, было меньше дырочек в нем. И для того, чтобы мой рулет потом не разворачивался, хорошо соединился, я буду еще использовать сюда яйцо. Мне понадобится одно яйцо и я в него добавляю еще где-то около 40 мл молока. Если у вас лаваш более толстый, добавьте 50 мл молока. Нужно для того, чтобы оно пропитало лаваш и он не был твердый, чтобы у вас получился полноценный такой мягкий пирог. Добавила также сюда чуть-чуть сольки, можно добавить какой-нибудь перчик по вкусу, но я не добавляю. Можно паприки добавить. Поливаю яйцом сверху рулет. И затем вилочкой просто придавливаю лаваши, для того, чтобы они немножечко как утонули в яйце и промокли полностью. Вы видите, яйцо практически полностью покрывает лаваши. Оно еще во время выпечки немножко увеличивается в объеме и затем полностью пропитывает и покрывает лаваши. Получится один такой сплошной пирог. Остатками сыра посыпаю сверху и отправляю в духовку. В духовке масса печется в зависимости от размера вашей формы, где-то около 40 минут, чтобы в серединке уже начало булькать, то есть она полностью была готова и сверху был красивый такой зажаристый цвет. Затем я накрываю немножечко крышкой и даю отстояться. Все-таки там очень много сыра, чтобы он немножечко схватился и уплотнился, и ваш рулет не был слишком мягкий. Попробуйте, это очень просто и очень вкусно. И вам понравится и всей вашей семье. Обязательно ставьте пальчики вверх. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok